Новые резиденции для пешевой Мелад. Россия укрепляет военное присутствие в Таджикистане. Очередное обещание режима Рахмона народу Таджикистана. Россия. Очередные незаконные задержания мигрантов. Для президента Рахмона будут строить еще две новые резиденции президентского класса. Одна будет располагаться в городе Курган-Тюбе, а другая в Кулябе. Правительство Таджикистана приняло постановление об учреждении государственного унитарного предприятия. Резиденция президента Таджикистана в городе Кулябе и резиденция президента в городе Курган-Тюбе. Как сообщило информационное агентство Азия Плюс, в распоряжении редакции оказался документ, подписанный председателем правительства Таджикистана 12 ноября текущего года. Также ответственность за организацию учреждения предприятия президент Рахмон возложил на аппарат президента, главой которого является дочь Рахмона. Следует заметить, что у президента Рахмона, кроме зон для отдыха по всей республике, уже имеется одна дорогостоящая резиденция Душан-Бе, которая в 2015 году заняла второе место наиболее красивых президентских дворцов мира в рейтинге Top 10 Most Beautiful Presidential Palaces in the World, уступая только лишь Вашингтонскому Белому Дому. Творец Рахмона Касримилат, строительство которого длилось целых 8 лет, насчитывает более 280 помещений, его общая площадь 9000 квадратных метров. 2 декабря 2016 года в Душан-Бе в формате круглого стола прошла встреча стран-участниц ОДКБ на тему «Роль ОДКБ в поддержании стабильности в Центральной Азии. Направление сотрудничества и перспективы». Встреча проходила в Центре стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан при содействии движения «Друзья России». Участники данной встречи пришли к выводу о том, что на сегодняшний день в регионе существует повышенная угроза международного терроризма и религиозного экстремизма. Было подчеркнуто, что данные угрозы и вызовы в разных формах обязывают страны-участницы ОДКБ предпринять совместные и своевременные меры, направленные на их устранение. Также было упомянуто, что после активизации террористических группировок усложняется военно-политическая ситуация в северных провинциях соседнего Афганистана. Участники «Круглого стола» единодушно подтвердили необходимость активизации деятельности ОДКБ как основной силы в противодействии угрозам и вызовам, исходящим из Афганистана. Также было упомянуто и о необходимости совершенствования сотрудничества в обмене информации, подготовке кадров, предоставлении технической помощи друг другу, проведение совместных антитеррористических операций. Следует заметить, что под предлогом угрозы со стороны Афганистана Кремль пытается укрепиться в Центральной Азии, защитить своих тиранов-марионеток, все время раздувая существующую афганскую угрозу до небывалых размеров. На самом деле и Россию, и правители тиранов Центральной Азии беспокоят вопрос возрождения ислама, как идеологии, отвечающей на все вызовы современности и решающей все проблемы человечества, как в Центрально-Азиатском регионе, так и во всем мире. Таджикские власти заявили о новой грандиозной национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года стоимостью 118,1 миллиарда долларов. Об этом заявил 1 ноября в Нижней Палате Парламента министр экономического развития и торговли Таджикистана Нигматулло Хикматулло Зада. Как сообщил министр, реализация данной стратегии даст возможность решить приоритетные задачи, а именно достижение энергетической независимости, выход из транспортной изоляции и обеспечение продовольственной безопасности. По словам Хикматулло Зады, уже к 2025 году будут реализованы два из трех проектов, а к 2030 году будут реализованы все три проекта стратегии развития Таджикистана. Также он заявил, что в результате полной реализации данной стратегии страна получит объем производства электроэнергии увеличится с нынешних 17 миллиардов киловатт-час до 45 миллиардов киловатт-час. Уровень бедности в стране сократится в два раза. По итогам прошлого года этот показатель составлял 30%. Средний уровень жизни увеличится с нынешних 22% до 50%. На вопрос об источниках финансирования данной стратегии он ответил, что проекты можно реализовать за счет государственного финансирования частного сектора, а также за счет получения кредитов и грантов. Примечательно, что очередная национальная стратегия таджикских властей выглядит еще более фантастической, чем предыдущая, так как годовой бюджет страны составляет всего около 2,5-3 миллиардов долларов или около 2% от суммы, необходимой для реализации так называемой новой национальной стратегии. Так, например, в 2015 году страна получила гуманитарную помощь от 42 стран на сумму 45 миллионов долларов. В 2015 году для выполнения бюджета власти Таджикистана попросили у Азиатского банка развития 60 миллионов долларов, из которых 54 миллиона долларов в качестве грантов, а остальные в кредит. И также параллельно они просили у Евросоюза кредит в размере 6 миллионов евро. Все это говорит о невозможности реализации национальной стратегии, и подобное заведомо ложное обещание дается режимам с целью обнадежить народ, дабы удержать власть в своих руках. То есть кризисная экономическая ситуация, способная вылиться в народные протесты, вызывает серьезную озабоченность у режима Рахмона. Преступления России по отношению к трудовым мигрантам из Центральной Азии продолжаются. Об этом сообщил таджикский общественный деятель Каримжон Йоров у себя на странице в социальной сети Facebook. Йоров рассказал, что 23 ноября ему позвонил гражданин Узбекистана и сообщил о массовых задержаниях выходцев из Центральной Азии, несмотря на то, что у них имеются все разрешительные документы на пребывание и на работу на территории России. Также общественный деятель сообщил, что ему стало известно о задержании более 100 граждан Узбекистана и Таджикистана, которые были задержаны и доставлены в ОВД по району Миттина. «Наши граждане вторые сутки без еды, их не выпускают в туалет, ходили только в суде. Одну нашу гражданку забрали в больницу. Остальных бьют и держат в разных отделениях. Больше 100 человек из Таджикистана и Узбекистана. 22 человека только в одном отделе», написал Каримжон Йоров у себя на странице. Причем, как сообщил один из задержанных, граждан Кыргызстана отпускали без проверки, а узбеков и таджиков держали, также без какой-либо проверки. Эксперты отмечают, что Россия традиционно использует фактор трудовых мигрантов в своих политических играх со странами Центральной Азии. И тот факт, что давление оказывается именно на граждан Узбекистана и Таджикистана, ясно демонстрирует мотивы всех этих операций, желание добиться от данных стран большей лояльности к России и стимулирования интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Редактор субтитров А.Семкин